Сейчас мы приехали с Никиткой на Апоэтма. Да, Никит? Еще болеешь, кашляешь? Сейчас будем проверять Никитку, врач, как у него дела после ботокса, когда ботокс мы делали. Мы приехали, это центр города. Такие здания непонятные, серые. Все сейчас еще серое. Это вообще в этом году у нас серый Спакен, серый город. Здесь находится эта клиника. Такая маленькая клиника. Пойдем там вход. Мы здесь один раз только были. Второй раз приехали. Вот это улица дивижн центральная. Делит город на две части. А, сейчас она на две разделена. Это в одну сторону. И там за магазинами в другую сторону будет идти. Никита, можешь телевизор посмотреть? Офис. Маленькая такая комнатка. Телевизор можно смотреть. Он там для детей. Целая полочка. Книжки. Стульчики. Игры какие-то. Это женщина, да, была? Не тот доктор Стойника, а помощница. Такой офис маленький. Офис, говорю. Кабинет, где мы с Никиткой сидим. У меня такой кроват такой. Что интересно, сейчас доктор, я ему сказала, мне снять Никиту обувь. Он говорит, нет, не надо. И сам стал ему снимать, сам там стал эти ножки смотреть. Вообще удивительно это. У нас бы никогда врач такого не делал, сказал, сами снимайте. Я зашли с Никиткой в мебельный магазин. Рядом тут с клиникой находится. Посмотреть что-нибудь. Кровать такая красивая. Вот эта большая. Это поменьше стоит 399 долларов. Это только кровать вот эта. Деревянная, без матраса. У них матрасы отдельно продаются. Такая поменьше кроватка. Тоже 399. Еще такой красивый магазин мебельный. Вот уголок кожаный. Один диван стоит вот этот 699. Эти тоже все по отдельности. Вот этот столик мне понравился. Такой маленький, кругленький. Я не знаю, вот этот гранит настоящий, нет или это. Наверное, нет. 399. Коврик пазл. Коврик пазл, да. Интересный такой. А можно больше про него рассказать? Расскажи, что ты хочешь рассказать. Смотри. Здесь продается кроватка. Такая, по-моему, двухэтажная. И весь с ней такой коврик пазл. Коврик пазл интересный. Она такой. Я такой еще не видела. Я не знаю, вы выбираете или нет. Ну, я тоже не знаю. Здесь кроватки. Тоже интересные, да? Так. Картинки. Так, вот тут всякие детские двухъярусные кровати. Это почти как у нас такая. Да, Никит? Почти что. Так, вот такая кровать стоит. Что-то тут три цены. Не знаю, какая из них. 600, 800, 900. Вот эти мне нравятся, потому что здесь такие полочки. Это сразу ступеньки на второй ярус. Подымаешься и внизу широкая такая кровать. Ну, тоже такая высокая кроватка с ящиками, с полочками. Так, 629 стоит кроватка. Так, а вот это тоже три цены. Хочешь сесть, сядь? Такое кресло прикольное. Как мячик. Баскетбольный. Баскетбольный. Баскетбольный, да? Баскетбольный. Баскетбольный. Выделка вообще мягкая, идеальная прям. Смотрится как тканевая, но это вот они сказали, это кожа такая. Прятался. Вот мы с Никитой находились по магазину, нам тут все показал один работник. А теперь мы проголодались, и вот здесь место есть такое, как кухня. Можно бесплатно пить кофе, печеньки брать. Никита уже берет тут печеньки, да, уже? Так, где можно взять? Ну, давай, я тебе отлепила, Пир. Вот они уже здесь прям сразу их выпекают и в таких листах выставляют, сам можешь брать. Короче, в Америке с голоду не пропадешь, да, Никит? Да. Везде, в любом магазинчике, в любой клинике можно перекусить, печенье, кофе выпить. Даже вот напитки тоже бесплатно, пепси, пепси там есть, что там? Маутэндю, лимонад, бриз какой-то, сиерамист, лимон лайм. Вот можно, какой хочешь, Никит, напиток. Классный такой повар стоит. Вот у этого повара на доске написано, что бесплатный попкорн, cookies. вот мне дали попкорн бесплатно. Вот в таком магазине мы были, называется More Furniture. Сейчас нам так долго разговаривали, да, Никита? Работник нас выловил с Никитой. Давай спрашивать, кто мы, откуда. И так долго все расспрашивал, но американцы не любят поговорить. Мы-то иногда стесняемся, я тоже из-за своего английского. Ну, ничего так, поговорили, рассказали. Откуда мы, да, Никит, сколько живем здесь? Сколько живем? Сколько? Где работаем? Где учимся? Всю подноготную свою рассказали. Я, кстати, забыла, как его зовут. Не помнишь, Никита, как его зовут? Я даже не слышала. Ну, и он все водил, нам показывал. Все полочки, все нам показал. Здесь ты, если только скажешь, что тебе что-то нужно, все, от тебя не отойдут, будут по пятам за тобой ходить. Вот такие тут американцы. Да. Не знаю, как русские, но американцы... Хотят знать все, да? Ага. Очень общительные. Еще за тебя с него не надо. Да. Так, сейчас мы приехали с Никитой в русский магазин. Тут напротив школа находится, вот так выглядит издалека начальная школа. Там стадион у них, горки. Вот он, русский магазин. Так он выглядит, конечно, не очень на вид, но внутри они снимать не разрешают, так просто вот снаружи, как он выглядит. Это русский магазин. Вот тут какая-то улочка сзади. Переулок. Переулок, как у нас переулки были, вот здесь тоже переулок. Вот написано «Киев-маркет», хозяйка украинка с Украины. Никита. Никита, иди вперед. Здесь не снимать не разрешают. Американцы везде в своих магазинах разрешают и снимать. И туалеты есть, а тут все по-савдеповски. Не снимать нельзя, ни туалета нету. Так, вот такая стоит будка. Как ее назвать, не знаю, будка вот эта, возле русского магазина. Это пожертвование одежды, одежды, обуви. Вот людям, кому не нужна уже старая одежда, чтобы здесь мусорки нельзя выкидывать. Вот в такие приносишь и туда кидаешь, потом служба специальная приезжает, забирает. И вот эту одежду потом на пожертвования отправляют людям. Или в эти, в магазины Second Hand, Goodwill, Valley Village. Закончились наши с Никитой аппоитменты сегодня, хождение по магазинам. Да, Никита? Что это, ушко болит? Вот уже подъехали к дому. Хотела тут, что-то я подумала, вообще не снимала наш район. Сейчас начинается весна, вот можно уже чуть-чуть поснимать. Сейчас начнет все цвести, все будет красиво. Немножко проедемся по нашему райончику. Пугачева у нас тут любимая играет. Вот этот дом недавно построили совсем. Мы так и не поняли, то ли он сгорел до этого, старый дом на этом месте. То ли что-то случилось. Вот они за лето выстроили новый домик. Здесь улица такая у нас как бы полукругом идет. Здесь много елок. Северный район на севере. Да и вообще в Спакене очень много елок таких уже больших. Уже им лет по 50 и больше. Надо купить такую подставку специальную для фотоаппарата. Надо уже съездить Спакен снимать. Все, мы приехали домой. Грух. Приятного аппетита. Продолжение следует...